Лес – это уникальная экосистема, которая несет неоспоримую пользу, но в некоторых случаях становится источником опасности для человека. Зачастую желание спрятаться в тени деревьев от городской жары или любовь к тихой охоте может завести так далеко, что даже самому опытному грибнику придется вспомнить школьный курс по основам безопасности жизнедеятельности. Лес – это не парк, это надо прекрасно понимать. И, к сожалению, для жителей города это та стихия, в которой они часто теряются. Закрытая непромокаемая обувь, головной убор и самый главный атрибут – компас. Перед тем, как отправиться в лес, специалисты советуют продумать экипировку и позаботиться о приборах, которые в случае опасности помогут найти выход из густой чащи. Чтобы не заблудиться в лесу, многие грибники берут с собой навигаторы. Однако стоит отметить, что современные гаджеты могут подвести в самый неподходящий момент. Это дублирующие средства к тем основным, которые не подвержены воздействию. И экономичность аккумулятора. На авиационной программе не все поддерживают ту или иную местность. Ну, может элементарно вас сбить с толку в повисении в ту сторону. Заблудившись в лесу, главное не поддаваться панике. Необходимо выбрать протяженный ориентир. Им может быть автомобильная дорога или водоем, объект, местоположение которого легче определить и с помощью компаса двигаться к нему. Если у вас есть возможность подать какой-то сигнал, то вам лучше находиться на месте. То есть вообще не расходовать. Ну, занимайтесь своим ночлегом. О том, что вы заблудились в лесу, необходимо сообщить по экстренному номеру службы спасения 112. Он сработает даже там, где не ловит сотовая связь. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24.